Городие друзья, всем от культ привет! У нас гость сегодня! Эту рубрику мы разбиваем. По-моему, наши слушатели от нее вполне себе в восторге. От рубрики беседы с интересными людьми. Так вот, Константин Воронцов! Привет, Костя! Привет! А знаете, кто он? Он самый главный в России специалист по машинному обучению. Просто вот не больше и не меньше. Но говорить мы сегодня будем много о чем. Очень много. Конечно, машинное обучение мы так или иначе затронем. Но у нас 10 тем. 10 тем. И я предлагаю прям по пунктам. Ну, типа 5-7 минут на каждую тему. Где-то, может, зависим до 10 минут. Но в основном будем держаться, стараться держаться рамок. Чтобы, как сказал Костя, не флудить слишком много. Не заплудиться. Не заплудиться. Во, не заплудиться. Итак, расскажи, во-первых, о себе чуть-чуть больше, чем я сказал. Да, то есть где ты работаешь, какие у тебя проекты. Ну, вот минут там, да, 3 минуты. Ну, текущий статус. Я в физтехе работаю. Это мое основное место работы. И альма-матер. Так. В 94-м году я закончил ФУПМ МФТ. Вот. Теперь я завлаб. С 17-го года. Значит, уже 4 года скоро будет лаборатория. Ну, и профессор преподаю на кафедре интеллектуальных систем. Это мы там где-то с 2004-го. Ага. То есть я пришел в профессию анализа данных студентом. То есть сейчас это считается пик моды, там недавно возникший хайп. Но я-то в профессии уже 30 лет. 30 лет. То есть старше меня, получается, на год, да? Я закончил в 95-м МФТ или на 2-х даже? Ну, я 71-го года. Да, я 73-го, да, все правильно. Вот. Ну, интересно наблюдать все это, когда ты внутри с самого начала. Вот. То есть нам в 90-е было очевидно, что вот профессия, она взорвется. Совершенно понятно, что анализ данных, он повсюду. Вот. Мы это обсуждали много, обсуждали, как продвигать наши научные достижения, внедрять, там, компанию создали в 2000-м году. Вот. Но как-то это все ни шатка, ни валка развивалось. А вот сейчас вот даже уже никаких специальных усилий не надо предпринимать. Вот. И просто из любого утюга вам говорят про искусственный интеллект. Вот. Но, как говорят, примерно раз в 5 лет человеку, он надоедает его текущая работа, и он меняет. Точно. В своей жизни. Точно. Вот. И у меня таких фазовых переходов было много. То есть из твердого в жидкое в газообразное, дальше в какую-то плазму. А я накладывал их друг на друга. То есть у меня они как бы накладывались, и несколько отпадали. Абсолютно. Это вот такой мягкий переход. Вот. Ну, у меня бывали случаи, когда я просто вот, ну, столько всего накопилось там, и не сделанного, которое уже больше не хочется делать никогда. То есть понимаешь, что все, надо уходить с этой работы и что-то инициализировать в своей жизни. У меня и такие переходы были, и более плавные. Вот. Сейчас, я надеюсь, будет плавный переход. Меня с разницей в один день в двух хороших местах пригласили быть фактически завкафедрой. Я даже знаю, где в этом месте. Это кафедра, которая будет на физтехе вот-вот откроется, да? Да. Где? Да. Да, можешь про нее. Ты про нее много знаешь? Ну, если речь идет о новой кафедре, которая сейчас создается, она будет называться машинного обучения и цифровой гуманитаристики. Да. Не в, а и. Это важно. Так, да. Именно так. Вот. Потому что исходная идея была, давайте мы со всего физтех соберем в одном месте все, что касается машинного обучения. Правильная идея. Предложили мне этот хайп возглавить. Я говорю, ну, давайте как-нибудь учтем мои научные интересы. Давайте будем делать такой крен в гуманитарные науки, потому что это как раз на стыке с искусственным интеллектом сейчас там происходит все самое интересное. И тут Андрей Михайлович Рогородский говорит, вау, как это клево, а у меня теперь KPI. Ты будешь с гениальными людьми работать абсолютно. С историком и килологом. Я-то уже не первый год ловлю себя на мысли, что мне с гуманитариями уже гораздо интереснее, чем и с математиками, и с программистами. Хотя я, в общем, считаю себя где-то вот на стыке, то есть 15 лет в программировании. Потом математика, она от меня никогда не в любовь с детства, да, она никуда не уходит из жизни. Я же работал с ними 5 лет в университете Дмитрия Пожарского. Да, да, да. То есть это нас с тобой точно объединяет. А, любовь к математике. И Б, крен в гуманитарной области. То есть гуманитарий в моем представлении такой человек, у которого настолько идеальная память, вот он может в нее все загрузить, а потом еще сопоставлять. Ну, мне это не дано. Прикольно вот что, что вот я когда сдавал ЕГЭ по истории и по общественному знанию в качестве прикола, да, я очень хорошо помнил даты. Но понимаешь, вот этого недостаточно для гуманитаристики. Ну, абсолютно нет. То есть нужно уметь вот именно сопоставлять. Вот это не мое, это мне не дано. Это не о даты, да. Даты там, они даже писали, ничего себе совотеев даты помнит. Блин, я не помню вот этого, я не помню вот этого, хотя я занимаюсь типа историей. Нет, я могу понять, зачем историку помнить даты. Он должен сопоставить, что происходит в этой стране и в этой стране. И спричать это и понять, а, блин, они же знают другого. А у меня он как у попугая набор дат. Я просто их помню и все. Ну, мне сложно их пока. Это с историей у меня сложно, но я ее очень люблю. Ну что, поговорим, да? Поговорим. Пункт 0. О математике чистой и прикладной. Ну, в моем понимании ты математик чистый. Абсолютно чистый. А я математика абсолютно прикладной. Хотя, и вот, давай мы с тобой батл. Да, слушай, ну знаешь, я даже не то, что батл. Вот смотри, я просто объясню тебе, что происходит. Вот приходит там, допустим, Эдик Лернер. Недавно у нас была проблема черни. Гипотеза черни. Он мне начинает там, ну, что-то связанное с алгоритмичем. За сколько времени можно что-то там сделать в какой-то графе. Ну, какая-то проблема, да? Ну, вроде там красивая, да? Но он начинает мне рассказывать о том, что какой-то корабль летает вокруг луны. Там он потерялся с ним связь. Я говорю, ты можешь скорее к математике? Говорит, я же тебе мотивацию даю, задачи, да? Да, это важно. Я говорю, блин, я все равно ничего не пойму. Дай мне просто строгую формализацию. Он дает строгую формализацию. О, вот теперь понятно и очень интересно и красиво, да? Но, как бы, те, с кем я общаюсь на канале, в основном, по крайней мере, устроены наоборот. Ну, не на канале, в жизни. На канале у нас собрана, там, может быть, да, аудитория из моих тоже таких вот, как бы, единомышленников. Но в жизни, конечно, больше людей, которые смотрят на задачу, как на прикладную всегда. А когда из нее уже, ну, кристаллизируется математика, они уже говорят, блин, да, какая-то, ничего себе, какая задачка вышла, да? Ну, ладно, давай ее решать. Вот, то есть, мой подход полностью противоположный. Пока меня заинтересовать можно только математикой. Ну, как бы, вот так. Ну, вообще, людей, которые понимают систему ценностей чистой математики, на мой взгляд, очень мало. То есть, они сконцентрированы, они образуют плотное множество, вот, но при этом их мало и, может быть, их не должно быть много. Иначе мы очень быстро уйдем в какую-нибудь Лапутянскую академию наук и над нами будут смеяться. Вот, но я, как математик, я очень хорошо понимаю и ту, и другую систему ценностей. То есть, я понимаю систему ценностей, красота математики самодостаточна, с одной стороны, да? Ну, да. А с другой стороны, вообще, очень клево, если она еще при этом работает. И если ты при этом соединил теоретическое с практическим, и ты понимаешь, о, красивая теория, о, а она еще и работает, о, а ты еще разобрался в десятки предметных областей, и понимаешь, где, почему и как именно она работает. Это круто. Наверное, да. Это время всегда, да? Это всегда время. Да, да. Андрей Михайлович говорит, что не потому математика прекрасна, что у нее есть приложение, а потому у нее есть приложение, что она прекрасна. Абсолютно согласен. Но я бы не противопоставлял эти две вещи. Это не антитеза, да? То есть, оно работает совместно абсолютно. Да, это я согласен. Здесь я полностью согласен. Вот, но, конечно, все определяется временем человека. Время – это наш единственный ресурс, который у нас есть вообще в этой жизни. И вопрос, на чего ты его тратишь, да? То есть, ты не можешь стать... То есть, да, есть люди гениальные, которым удается стать специалистами в нескольких, даже весьма далеких друг от друга областях. И тогда, когда это варится в одних мозгах, тут получается что-то, нечто, конечно. И этот человек, он сверхконкурентоспособен. Да, согласен. Четвертых людей мало, то есть, настоящих талантов мало. Вот. А людей, которые там нахватали счет по верхам, вот я считаю, что все-таки математику я знаю по верхам. Вот. Я в некоторые вещи так и не смог найти времени углубиться, потому что я понимаю. Ну вот беру я, Калмагорова, Фомина, раз беру, два беру, три беру. И каждый раз где-то у меня там стенка, да? На 50-й странице или что-нибудь дальше. Четвертую главу лучше аккуратно пропустить, переходить сразу к пятой. Вот. Но есть книги, которых я так и не прочитал. То есть, там вот есть до четвертой главы все понятно, потом четвертая тяжеловатая, потом с пятой еще несколько. А уже когда идет там оператор и в полный рост, там уже действительно тряпки. Ну вот у меня есть несколько книг, которые я так и не прочитал. Я понимаю, да, я могу сесть, разобраться, прочитать, но сколько это времени в моей жизни. А мне хочется сделать что-то более полезное где-то в других местах. То есть, мне, например, там алгебра менее понятна, чем, например, численные методы. Может быть, они менее красивые, но на мой взгляд, они безумно красивые, безумно фундаментальные в своем роде. Потому что, ну это про природу, да? То есть, ты когда понимаешь, как ты численно можешь смоделировать, там, я не знаю, горение, поток жидкости, газа, еще что-нибудь, там, я не знаю, экологическую систему. Это же прекрасно по-своему, потому что это инструмент исследования реальности. То есть, ты когда прикладываешь, это, как ты говоришь, трафаретик, да? Ты прикладываешь его к реальности, говорит, похоже, не похоже, а, не похоже, значит, моя модель все еще не очень, да? Надо ее дорабатывать. Вот это тоже красиво по-своему. На эту деятельность мне как раз всегда хотелось тратить время, и я в школе довольно рано осознал, чем я хочу заниматься. Причем довольно четко для себя сформулировал. То есть, во-первых, да, я хочу заниматься и программированием, и математикой одновременно, чтобы понимать, какие модели я строю, и как я их реализую на компьютере. Это вот в старших классах школы я понял, осознал. А второе, где-то уже на младших курсах, будучи студентом физтеха, я понял, что я хочу выстроить максимально длинную цепочку работы, которую я могу сделать сам. Первое, я должен уметь поговорить с заказчиком или с специалистом предметной области и выяснить, какую задачу он решает. Это первое, да, то есть я должен уметь разговаривать с людьми на их языке. Это важно. Второе, я должен уметь просто десятками, сотнями в своей жизни строить аксиматические теории. Потому что любое моделирование, это ты четко выписываешь, что ты предполагаешь на входе. И дальше уже ты начинаешь делать математику, соответственно, и доводя до численных методов. Как только ты выписал алгоритм, у тебя начинается следующая фаза, тебе его надо запрограммировать. То есть тебе надо знать много всяких вещей, в том числе вычислительной математики, в том числе, что сумму триллиона слагаемых нельзя просто так посчитать. Это определенная хитрость, даже когда речь идет о суммах. И дальше как бы довести это дело чисто инженерно до того, чтобы оно начало где-то работать, а здесь ты опять вынужден разговаривать с людьми. И я довольно рано осознал, что вот эта вот цепочка, да, как в бизнесе говорят, то есть если ты можешь быть успешным бизнесменом, если ты собрал как можно более далекую длинную цепочку создания добавочной стоимости, да, то есть ты должен не просто там где-то встроиться в какой-то производственный процесс, а желательно, чтобы у тебя весь бизнес был от ресурса, который ты берешь, да, из природы до конечного продукта. То есть как, что стоит собрать кофейное зернышко, да, и сколько стоит чашка кофе, да, и там на каждом этапе появляется там в разы, в разы ты добавляешь, значит, и все это должно быть твоей прибылью. Ну это как говорят в бизнесе, да. Так у нас же, когда мы занимаемся решением задач прикладной математики, вот желательно, чтобы ты тоже был таким сквозным специалистом, да. Да, я понял, довести до ума. Я понял, что Виктор Миколаевич довел до ума второй сберкассы в Краснодарском крае. Просто вот от модели до реальности. И я всегда поражался, вот сколько времени на это ушло, да, то есть модель в ней заняла, наверное, 1% времени, не больше. Да, да, да. Написать вот эту фигню, да, я на самом деле в каком-то смысле… Систему линейных неравенств, да. Ну да, там некоторые, да, может быть даже и не очень простую, но все равно это очень быстро выписывается. На самом деле, если честно, я на твоем поле часто играю, когда я на конференции экономистов езжу, там очень много такой вот водянистой науки, которую никогда никто не пробовал прилагать. То есть модель вроде бы похожа на реальность, но когда ты начинаешь с людьми говорить, ясно, что вот в этом месте и в этом, ну как бы, серьезные недостатки, зачеркивающие в принципе даже возможности ее применения. А тогда зачем вы ею занимаетесь? Вы упражнения делаете? Ну и тогда вы студент личный. Ну то есть как бы я тебя понимаю, очень хорошо тебя понимаю. У меня была развилка, я должен был либо выбрать изучать биткоин, либо изучать гомологии. Я выбрал гомологии. А ты в биткоине разбираешься, да? Нет. Не разбираешься, да пока? Это одна из тех вещей, на которые у меня пока не хватает времени. У меня тоже, хотя у меня очень хороший старт. То есть старт 2 из 3 у меня есть. Теорию игр я знаю достаточно, чтобы в нем разобраться. И конечную арифметику знаю достаточно. Я не знаю программирование вообще. И чтобы разобраться в биткоине, мне хоть чуть-чуть надо что-то знать про программирование. А людей, которые знают все 3, я говорю, что может быть несколько десятков в мире, но может я ошибаюсь, может чуть больше. Не, я думал больше. Но именно чтобы на уровне биткоина вас знать в хорошем… Да, да, ты прав. То есть как бы тысячи идут вот по два пункта, как я, по два из трех. А чтобы все три… Ну, я не видал ни одного. Действительно, в принципе, не видал ни одного, кто на моем уровне знает конечную арифметику, хотя это невысокий уровень. Ну, чтобы хорошо разбираться, что происходит в эллиптических кривах над конечными полями. Вот, все, точка, вот требования, да? И это не очень высокое требование. Ну, это уже довольно серьезное ограничение. Обычно, кто это знает, они и любят свои вот эти вот конечные порядки, конца. Дальше, если при этом еще добавляясь в теорию игр, остается уже буквально. Вот у меня там знакомых, может, несколько. Ну, знаешь, мы сейчас уже заговорили не просто о прикладной математике, уже не о математике, а об инженерии. Об инженерии, да. И вот чем хорошо мышление инженера, да? То есть мы говорили немножко о мышлении чистого математика, прикладного математика, о мышлении инженера. И вот здесь, мне кажется, основная концепция — это черный ящик. Вот как ни странно, да? То есть много всего есть в мышлении инженера, что достойно восхищения, уважения и такого вот пестования, да? Да. Но мне вот нравится, что это мышление, которое как бы нам сделать такие кубики, чтобы потом из кубиков делать большие кубики, а из них еще большие кубики, да? И мы уже давно забыли, как устроены наши маленькие кубики внутри, да? А, понятно. Все, я понял, да. И мы про каждый знаем, что на входе, что на выходе. Нутряшка скрыта, но про нутряшку мы знаем, кто специалист и кто там в случае чего разберется. Все, понятно. Все, понятно. Очень хорошо. Очень хорошая схема. Как автомобильное строение устроено, да? То есть понятно, что там нету ни одного человека уже в современном мире, который бы знал современный автомобиль, ну вот просто до винтика. Хотя какой-нибудь любитель мышки не собрать можно, да? Начиная с цикла Корно, между прочим, да? Цикла Корно, да. Вот, ну там 150 лет назад, наверное, надо было знать цикл Корно, чтобы строить автомобили, да? А сейчас уже не надо. Пункт 2. О прикладных науках и школьной программе. Здесь я готов быть чистым слушателем. Знаешь, вот нет какой-то концепции у меня, просто есть мысли, с которыми давно уже хочется поделиться. И мысли, как бы, я сам школу заканчивал. Я тоже когда-то. Вот повезло нам. 57-го. Мы оба школу заканчивали. Но я закончил школу с диким чувством неудовлетворенности. А какая школа была у тебя? У меня была, знаешь, хорошая школа в Москве. Она называлась школа номер 59. У меня 57. С французским языком. Ага. Вот. Но при этом у нас была очень классная учительница математики, которая была сначала завучим, потом директором этой школы. Вот. И мы шутили, что у нас математическая школа с французским уклоном. О, отлично. А Райгероский не в ней, да, учился в другой? Не. Я не знаю. Райгероский учился в французской школе, но уже к концу стал. Я не помню, где учился. Ты уже понял, что он предаст вам французский язык. Вот. Нет, французский язык это тоже здорово, конечно. Но вот, к сожалению, на нем 30 лет не разговаривал. Хотя, недавно мне один студент, который учится у нас по совместной программе с Францией, прислал свою работу на французском языке. Я просто с наслаждением прочитал этот текст и понял, что я что-то понимаю. Я, кстати, мечтаю его изучить. Я думаю, что когда-нибудь... Вот, это красиво, это культура. Но мы о чем-то другом собрались говорить. Вот что такое школьная программа? Вот, значит, смотри, осталось чувство неудовлетворенности, что я кучу времени потратил зря, что все это было неэффективно. И вопрос, который меня мучает вообще всю жизнь. Почему школа прививает отвращение к знаниям? К большинству. То есть есть такие, как мы с тобой, которых не проймешь, да? Ну, это просто школа хорошая. Все это моя школа, понятно. Не знаю, у меня тяга к знаниям была... Всегда, да? Всегда, да. То есть мне это просто дико нравилось. У меня там была детская энциклопедия, которую я там... Некоторые тома зачитал до дыра, а некоторые нет. То есть, да, 12 томов, и вот они как лакмусовая бумажка для ребенка, да? А кем ребенок будет, да? Какие у него интересы, да? Что бы я там читал про сельское хозяйство, да? Вот, а про математику, астрономию, технику я до дыра зачитал. Мне это все очень нравилось. Вот. И вот у человека с такой тягой к знаниям школа просто вот отвращение прививала, да? Иногда вот до смешного. Я, например, между пятым, по-моему, шестым классом... Химия, когда у нас началась с тобой фильмом, по-моему, насколько я помню? Да, я купил юный химик. Мне мама купила юный химик. Мне юный химик купили слишком поздно. Но за год до того, как у нас началась химия, я изучил все учебники химии, вплоть до органики. Органику я не стал брать. Но я знал всю химию. Я любил неорганические... Знаешь, что меня мотивировало? Я очень любил поджигать и взрывать. Ну, как нормальный мальчишка, да? С такими вот наклонностями, да? Конечно, есть селитровая бомба. Да, это я все делал, да. Не рассказывай. С собственными руками все это делал. Естественно, да. А до какого этажа ракеты летали? Ну, знаешь, мы вначале ее пытались запустить без этих. То есть вы просто взрывали, да? Нет, нет, мы вот без этих, да? И она делала следующее. Она совершала странный кульбит. Да, да. И все, потом... Ну, мы же не королевые, мы же не... Да, нужен этот. Мы поставили из фольги вот это. Да, 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 да. И она у нас долетела выше, гораздо выше шестнадцатого этажа вот этих новых шестнадцатого этажа. Крутые вы были, ребята. Ну, у нас примерно такие же результаты. Очень, очень, безумно высоко. Мы совершенно обалдели. Но вообще главная наша специальность была бомбой. То есть мы... Это нынешняя пусть не интересующая... Так, слушай, а нас не привлекут за экстремизм? Нет, ну это 30 лет назад, слушай, даже больше. 35 лет назад моя специальность была бомба. Вот магний и марганцовка. Да. Потом, значит, селитровые были, но они фиговые. А вот магний с марганцовкой, это вещь, да. Магний это вообще вещь. Просто мой брат, он взорвал песочную кучу на даче. Так, что ощущение, что туда реально прилетел снаряд. Гром был на все участки, к нам прибежали спросить, что случилось, не взорвался ли там газовый баллон и так далее. То есть это мы очень любили, обожали, но не переживайте, те, кто смотрит нас из конторы. Сейчас мы этим не занимаемся. Давно уже, да. И уже давно. Детские шалости остались в детстве. Слушай, так мы все-таки про школу. Да, это психология программа. Так вот, смотри, прихожу я в седьмой класс на уроке химии, прекрасно понимаю, что с седьмого по девятый я вообще всю программу уже изучил. И мне химия безумно интересна. Вот вопрос, как можно просто стилем преподавания за месяц отбить интерес к предмету у ученика, который изначально так был сильно мотивирован. Причем, что я не могу сказать, что у нас химичка была какая-то плохая, она была обычная. Нет, она меня очень любила, она меня уважала, она называла Воронцов, это наша звездочка. Что делать? Вот как ты бы вот что показывал? Потому что у меня понимание, что здесь художественная голова это... Непонятно, покажите нам химические опыты. А, а вообще не показывали? Вообще, то есть за три года, за три года, я не знаю, это какая-то... Потому что у нас даже в старой школе показывали, не то, что в новой. Мне кажется, что это какая-то перестраховка или экономия на реактивах, я не знаю. Я до сих пор помню этот калий, который вот так вот фигачит по воде и зажигается в какой-то момент сам от нагревания. Это может быть нам один раз показали, да. Потом, значит, как мы там режут они эти металлы, они тут же окисляются. Ой, у нас такие опыты были, слушай, у нас было хорошо. Ну да, вот этого не хватало. И, конечно, не хватало в школе, и эта беда не только химии, вообще всех предметов, связи с жизнью не хватает. То есть это, мне кажется, самая главная причина, почему у детей возникает отвращение к знаниям. Потому что в них впихают какую-то теорию, которая абсолютно оторвана от жизни. И мой тезис. Любая школьная дисциплина должна быть прикладной. Ну, кроме математики, да? А, нет, математика тоже. Математическое моделирование, это же прекрасно. Вид с горы, вот это там все эти мои задачи. У меня же есть лекция математики в жизни, там целый ряд лекций. Нет, но с другой стороны, в математике... То есть не для крутых, а вот для обычных, да? Да, в математике не должно быть столько много задач, которые были придуманы для гимназии 19 века. Ну, все эти бассейны, все эти велосипедисты, которые навстречу друг другу. Ну, можно, конечно, это чуть-чуть порешать, да? Но вокруг нас столько задачек. Вокруг есть много новых. То есть умение излагать свои мысли, это то, что должно быть на уровне навыка, хорошо воспитано в школе. И это беда, потому что ко мне приходят студенты, которые пишут настолько отвратительно. И это студенты, это МГУ, из тех это, в общем, сливки, да? Да. И я представляю, что вообще в масштабах всех вузов, то есть людей массово не научили грамотно излагать свои мысли. То есть не на литературе, не на обществознание, не на истории, хотя эти предметы здорово учат мыслить по идее, по задумке. Но почему-то этого не происходит. Вопрос, почему. Что, это люди такие неталантливые, что они ленивые, они ворон считают или что? Или им просто неинтересно? И я считаю, что им просто неинтересно, потому что что-то какая-то недоработка в педагоге. Ну, на самом деле, я могу не сказать, что сейчас, что называется, все упирается ровно в одно. Я как, был такой политик, он всегда говорил, Карфаген должен быть разрушен. Я не помню, как его зовут, к сожалению, забыла имя. Но вот он всегда выходил, и первое, что говорил, Карфаген должен быть разрушен, да? Или завершал. И завершал, да. Да. Так вот, значит, я всегда говорю одно, значит, одно и то же. Учителя находятся в нечеловеческих условиях сегодня в России. Любая реформа их преподавания, педагогическое, должна начаться с того, что условия становятся человеческими. Знаешь, я... А потом можно про это поговорить. Я последнее время поговорил с учителями и почему-то несколько раз получил такой фидбэк. Вот я сказал ровно твою фразу, потому что... Это в каких городах? В Москве. Все, Москвы не существует. А? Вообще не существует. Ага. В Москве средняя зарплата учителя... Сейчас я скажу страшную тайну. Но она на самом деле тайна поле Шинели и легко ее из открытых источников. Итак, в Москве средняя зарплата педагога в школе... В школе? В сельском месте, где у него 15 тысяч зарплата. То есть, сейчас происходит категорическое... Ну, сейчас мы ведем в политику. Нет, смотри, я вот сказал... Москва и Россия просто разные вещи. В Москве проблем нет. За тобой повторил фразу, что учителя обложены каким-то немыслимым объемом бюрократической работы. Бессмысленной. И тут мне учителя говорят, а вы знаете, это не вполне так. Ну, в Москве вообще не так. Может быть. Москва и Сенита. Но давай вернемся все-таки... Должно убрать в Москву... Когда... Да, согласен. Государство в государстве. Давай вернемся все-таки обратно. И мне хочется поднять вот эту вот тему. Я именно о ней хотел поговорить. Что такое прикладные науки в школе? Что такое прикладная история? Что такое прикладная литература? Почему эти предметы скучны многим? Хотя я вот дожив до 50 лет, я начал просто вот... С дрожью мне нравится история. Но мне этого в школе не дано было понять. Да, но про прикладную литературу я правильно догадался самому писать. Это только одна часть. Тезис мой такой, что прикладная литература это культурология. Что в современном мире мы должны научиться понимать других людей, другие культуры, другие нации. Это очень важно. У нас такое пошло взрывообразное развитие транспорта и связи. Мы начали работать вместе, мы начали чаще сталкиваться друг с другом. Это не просто в тур поездку поехать, да? А сколько фирм, в которых работают люди разных национальностей. Это правда, да. И беда в том, разных культур точнее, национальностей ни при чем, разных культур. И они плохо понимают друг друга просто на уровне того, что ты должен... Ну, ты не вырос в этой культуре, но ты должен знать, что с человеком надо говорить так-то так-то. Человек от тебя ожидает того-то, того-то. Да, понятно, понятно. Откуда это можно воспринять? Из литературы. Теперь берем школьную программу. И что мы видим? Пушкин это наше все. И вот эта вся классика 19 века, которая вот в таком безумном объеме, что ты вот все это загрузи в себя. И ты такой, а что это было? О чем это вообще? Это не о современном мире. И я вот не знаю, я как математик, привыкший все упрощать, я довел вот для себя вот этот вопрос, о чем весь этот объем литературы, к одной фразе. Вот вся эта классика про то, как религиозные и социальные предрассудки ломают жизни людей, делают их несчастными. Вот если это подытожить. А вот надо ли в таком объеме приводить человека современного, живущего в 21 веке, вот к этому единственному выводу? Значит, здесь я бы с тобой, наверное, поспорил, потому что у человека очень глубокая натура, противоречивая и глубокая. Несомненно. И попытка вот все это вымарать в Западной Европе не приводит к ничему хорошему. Они ровно этой дорогой идут. Несомненно. Они убирают историю, они как бы, у них вот все они одинаковые, ничего не работает. И религиозность шита в нас довольно глубоко, и много чего другого. Обогатиться как раз можно за счет понимания чужих культур, в которых мы не росли. То есть Пушкина нельзя выкинуть, можно прибавить к нему, например, какого-нибудь чеченского писателя, это пожалуйста. Но выкинуть его никак нельзя. Его надо сжать. И я говорю не только про Пушкина, да, Пушкина было слишком много. Всего остального тоже было слишком много. Вот этот вот огромный объем русской литературы, я сейчас хромолу говорю, да, то есть если нас слушает учитель литературы... Я бы сказал так, я не буду спорить, потому что я не литератор, вот так. Мы с тобой оба не литератор, да, разговор двух дилетантов. Ну да, но я просто говорю, о чем... Пусть в комментариях. В комментариях выскажитесь, если кто-то есть, кто понимает про литературу, выскажитесь, пожалуйста. Потому что я, мне кажется, что я не согласен, но я не готов это аргументированно сейчас... Ведь вопрос, если мы хотим в программу что-то добавить, надо что-то ужать или выкинуть, правильно? Если я говорю тезис, да, в современном мире понимание литературы других стран гораздо важнее, чем понимание своей собственной вот в таком объеме. То есть я должен понимать китайцы. Понял. Я должен понимать японца, чеченца, грузина, украинца, западного, восточного и так далее. Что-то в этом есть, по крайней мере, мне понимание очень сильно помогает. Но я не из литературы его взял. Я путешествую. Да, ты из жизни. Но ты один такой, да? Да, у меня на первом этаже въехали, значит, вы жили пьяницы, которые валялись, значит, просто под ногами, да, регулярно. Раз в неделю дети мои спрашивали, что это за кошмар, да? Сейчас нашими молитвами они куда-то пропали, и появилась мусульманская очень строгая семья. Я однозначно сказал, это просто однозначно лучше. Уж простят меня, значит, жесткие русофилы, да, что вместо русских пьяниц въехала семья, значит, татарско-таджикская семья, очень строгих мусульманских нравов, судя по всему. И я сказал, что однозначно лучше никто не, валяться уж точно не будет. А то, что у них, как бы, в их квартире будет ислам, ну, меня не очень, ну, как бы, я сам с исламом работаю непрерывно, да, я на Кавказ езжу. Но, в принципе, на самом деле, да, обычный вот русский человек, не очевидно, что для него вот такая замена будет в плюс, да, то есть, ну, эти понятные ребята-бужики напиваются, каждую неделю валяются, как бы. А здесь какая-то непонятная культура, еще кто там, может, эти исламисты, может, они вообще там... Я вот говорю о том, что... Здесь очень важно было понимать, да, надо понимать, да, тех же самых мусульман мы должны гораздо лучше понимать, потому что они живут где-то рядом. Они рядом, вот, они везде. Да, и где у нас в школе мусульманская литература хотя бы в минимальном объеме, чтобы понимать, что в мозгах у этих людей, да? Кстати, я помню еще важный момент. Когда наши либералы возражали против истории, против православной культуры, основ православной культуры, ну, или что-то в этом духе, хотя бы что-то, да, они сразу встали в позу и сказали, у нас вот есть ислам, попытались они сказать. И тут главный муфтий в Казани сказал, а что ислам, а мы не против православной культуры, у нас будет добавка в виде ислама, естественно, в Татарстане. Но вы нас, союзники, не берите, товарищи московские либералы, не получится. Это очень важная история была. Да, то есть мы должны точно понимать друг друга, и это как прививка от войны. То есть мы должны понимать, что люди, которые прикрываясь религии, пытаются навязывать какие-то конфликты, это не про религию, да, у них какие-то другие интересы совсем. И вот это вот, оно должно быть со школы всеми понято. Да, но это надо как-то правильно делать. Через литературу. Западный мировой это делает неправильно. Вот я считаю, что через литературу, то есть через те источники культуры мировой, которые признаны как вот такие вот лидирующие, несущие свет, они есть в любой культуре. А когда мы об этом не знаем, когда мы не знаем, насколько там велика китайская культура, мы к китайцам с подозрением, да, они совсем не так никак. Ну да, они там воняют, они... И у нас куча предрассудков уже сразу друг к другу. Да, я понимаю. Ну в общем, итог такой, что ты считаешь, что надо изучать через литературу, у меня это не вызывает отторжения, но я бы поговорил с литератором. Ну в общем, пишите в комментах. А с историей что? Совсем буквально вот пару слов. Что такое прикладная история? Ну просто чтобы я понял. Ну мне очень нравятся высказывания, причем интересно его можно оборачивать, да. Говорят, что история сегодня это политика вчера, да. Или наоборот, история вчера это политика сегодня. То есть что такое прикладная история? Это политология, очевидно. Да, круто, круто, да. То есть в истории корень всех текущих конфликтов наших. То есть чтобы молодой человек разобрался в том вообще, в геополитике, да, как устроен этот мир. И чтобы он не считал, что геополитика это какая-то лженаука. И иногда, да, тоже об этом говорят. Да, 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 все, все, это правильно. Навязывают ту точку зрения, что, а, нет, не существует никакой геополитики, не существует никакого заговора. А вся история человечества это история заговоров. То есть как бы это... На самом деле, да, тех или... Да, то есть куча, куча была всяких заговоров, о которых историки очень много знают. И понятно, что сегодня тоже есть конфликты интересов, противоборства, информационные войны и так далее. И история это как раз про то, как вообще это все происходило раньше и о том, как это происходит, продолжается сегодня. То есть сегодняшние темы будут интересны. Просто непрерывно продолжается, да, нет никакого разрыва между политикой сегодня и тем, что мы называем историей. Полностью согласен. И это прикладное значение истории. И когда мы вспоминаем о том, как устроена школьная программа по истории, мы понимаем, что реакция отторжения молодежи возникает именно из-за того, что они не понимают. Да, это интересная наука сама по себе. Во-первых, не каждому она будет интересна сама по себе. Ну, мне было вообще неинтересно. Вот. А во-вторых, если объяснить связи, да, то есть почему мы изучаем историю, чтобы понять, как, например, русские татары сегодня должны смотреть друг на друга, да, или русские чеченцы, или русские украинцы и так далее, поляки. И, вот, чтобы понимать суть многих конфликтов сегодняшних, и вообще эти конфликты, они стоят выеденного яйца или нет? Или все-таки там такие кошмары происходили, и, а мы с тобой, современные люди, какое отношение имеем к кошмарам, которые происходили за несколько поколений до нас? Имеем или нет? Интересный вопрос. Можно имеем. Ну, в общем, я понял. Я согласен. Вот с этим я согласен. И так можно пройти по всем школьным предметам. Понятно. Прикладное значение физики, это понятно. Да, прикладное значение биологии, наверное, тоже понятно. Идея истна. А где в школе медицина, да? Прикладное значение биологии, это медицина, да, в первую очередь. И второе, это, конечно, ответ на вопрос, как устроен мир, в котором мы живем, да, эволюция. То есть эволюционная идея, она должна быть вообще одной из главных миропониманческих таких вещей, которые надо вложить в каждую. Но, опять же, эволюция, это все-таки, эволюция, это во многом идеология, это индоктринация, потому что... Но это мы с тобой сейчас, вот мы с тобой до сих пор во всем соглашались, а вот сейчас мы, наверное, начнем в некоторых вопросах вскорить. Ну, наверное, да, потому что... Ну, а давай тогда отложим до религии и массовых идеологий это, да? Об интеллекте искусственном и естественном. Вот тут я точно умолкаю. А тут я, наверное, тоже умолкну, потому что я уже столько рассказал в разных популярных лекциях своих, и, наверное, мы какие-то ссылочки поставили. А, да. Вот, где я уже много делился своими соображениями. Ну, конечно, на уровне дилетантском это стоит обсудить страхи о том, что не завоюют ли машины мир, когда они станут умнее нас. Ну, давай обсудим, да. Не лишат ли они нас работы и так далее. Вот это все вот стандартные такие страхи. Что ты про это думаешь? Когда ответь, да, что ты про это думаешь. Ну, во-первых, я не верю фатурологу Курцвейлу о том, что наступит какая-то сингулярность в тот момент, когда мощь искусственного интеллекта произойдет человеческий. Я считаю, что ничего особенного в этот момент не произойдет с человечеством, но для того, чтобы ничего особенного, страшного не произошло, к этому надо, конечно, приготовиться. То есть, тезис первый. Более того, не дай бог инстинктом самосохранения. И найдется же люди, которые захотят сделать интеллект искусственный абсолютно автономным, наделить его чувствами, инстинктами и так далее. И вот тогда действительно наступит вещь страшная. Вот я, собственно, всегда говорю пример, что пылесос, умный пылесос выкинет хозяйку в окно, потому что она мешает ему убирать. Ну вот я всегда это говорю в качестве страшилки. Но я не знаю, есть ли препятствия. Наверное, есть, но я не знаю. Я боюсь, я могу честно сказать. Ну смотри, бояться тут нечего. Почему? Потому что мы уже сидим на целой куче пороховых бочек. У нас есть ядерное оружие, биологическое, химическое и так далее. У нас есть армия. И вообще говоря, если вот про искусственный интеллект, создать дрона с искусственным интеллектом, видеокамерой и пулеметом, можно было уже лет 10-15 назад. Ну с нас, пелевинжа. Пелевинжа, я сейчас увидел. Летали и стреляли вот эти. Да, да, да. Мы слили дома, а эти летали и стреляли. А что-то страшное произошло, да? То есть у нас сейчас по Москве летают вот эти дроны, убивают людей, да? Нет. Нет, а почему? Ну в других местах может летают. В точках горячих и таких как бы сундучных землях. Ну там, где идет военный конфликт, естественно. Потому что это инструмент ведения войны. Ну да. А не просто так вот страшилка, которую можно выпустить в реальный мир. Да, согласен. По Москве вряд ли будет летать. Есть законы, которые юридически запрещают это делать в мирном, населенном городе, стране и так далее. И точно так же с военными технологиями. То есть никто их не применяет каждый день. Да, но тем не менее они позволяют вообще сдерживать военщину. Понятно. Не вою именно потому, что у нас есть ядерное оружие. Так же с искусственным интеллектом. То есть можно рисовать страшилки, можно даже говорить о том, что найдутся девиантные личности, которые захотят какие-то технологии применить и уничтожить все человечество. Но мы на этой пороховой бочке уже сидим. Мы уже можем сами себя уничтожить и все живое на земле. Уже. То есть искусственный интеллект к этому особо ничего не добавит. И самую большую опасность для людей представляют сами люди. Вот с последним тестом я согласен полностью. То есть даже не все друг для друга, а определенные девиантные личности. Да, все понятно. С безудержным стремлением к власти, деньгам, возможностям и так далее. Вот это мне кажется вообще корень зла человечества. Я с этим согласен. Наличие девиации. Я согласен с тем, что для людей опаснее всего сами люди. Я в своей жизни, когда имею проблемы, часто имею те или иные проблемы, они всегда связаны с каким-то поведением людей. Не знаю, какой-нибудь придурок едет на машине мимо меня по моему району 200 в час или не 200, но по крайней мере с очень большим ускорением, что представляет серьезную опасность для моих детей, катающихся на самокате. Вот этот человек мне мешает. Я хочу его уничтожить. Нет, ну уничтожать не надо. Ну или куда-то, да. Надо регулировать. Не знаю, на остров переселился и там ездил, где нет никого. Ну то есть это как бы у меня всегда... Главная проблема, там люди, некоторые либералы почему-то все время с властью связывают проблемы свои. Для меня власть это, ну там иногда она мне мешает как-то. Ну я бы сказал так, это все на каком-то пороге вот где-то, ну где-то далеко. Вот непосредственно в моей жизни мне мешает там валяющийся внизу пьяница, через которого мой ребенок должен перешагивать. Какой-то придурок, который едет с огромной скоростью, да, по моему району, которого мы должны в результате бояться, да. То есть мне мешают люди. Я согласен с тобой, что главная проблема это люди. Вообще, смотри, нет. И вот здесь вот я... Именно отдельные люди. С этим я согласен, но я хочу еще добавить к этому тезис один, который тебе, наверное, как специалисту в теории игр неожиданно, должен очень понравиться. Ну давай. Людям мешают не только люди, назовем их девиантными, да, а еще мешают механизмы. И механизмы, которые люди, общество, компании создают в благих намерениях, но оказывается, что механизм настолько нетривиален, что он в какой-то момент запускает нечто античеловеческое. Абсолютно верно. И в этом... Как с ковидом, вот эта борьба с ковидом истеричная. Да. И в этом случае мы начинаем придумывать какие-то теории заговора. И заговора-то никакого не было. Просто были люди, которые создали некий механизм. Потом оказалось, о, этот механизм деньги дает, так давайте дальше делать, да, прибыль получать. А то, что этот механизм кошмарит огромные массы людей, им не то, что невдомек, им плевать на это. Бывает. Вот. И здесь мне вспоминается очень классная история, которую я хочу распиарить. Я не очень хочу пиарить саму книгу и самого автора Джон Перкинс «Исповедь экономического убийцы». Там есть один очень интересный момент. Да, ну, вообще это человек, который работал в американских консалтинговых фирмах, и он рассказывает историю о том, как американский империализм высасывает буквально ресурсы из стран третьего мира. То есть не из одной отдельно взятой страны, а из десятков стран. И он, как человек, побывавший внутри, он все это знает, он описывает. Ну, меня многие коллеги упрекали в том, что, а, это на самом деле все фигня, это все лженаука, и вообще Перкинс свихнулся на экологических идеях и так далее. Но, это все обсуждаемо, но меня один момент в его книге убедил абсолютно в том, что он описывает действующий работающий механизм. Механизм такой, допустим, американская компания приходит в страну третьего мира и говорит, мы сейчас разовьем вашу экономику, мы вам построим, не знаю, горнодобывающее предприятие, гидроэлектростанцию. Нефтедобывающее предприятие в Нигерии. То есть мы придем и построим вам тут инфраструктуру, офигительно все у нас тут будет. И что делает консалтинговая фирма? То есть, естественно, она должна дать обоснование, то есть она должна дать обоснование, что это будет работать, что это не будет приносить вред природе, обществу и так далее. Но в чем заинтересована компания? В том, что проект состоялся, естественно. Значит, как делается обоснование? То есть садятся группы экспертов и пишут длинные документы, каждый обосновывает по-своему, они еще конкурировали друг с другом. И, значит, вот в этот момент включается теория игр. Каждый маленький аналитик, но он не маленький, он Гарвард заканчивал, стремится к тому, чтобы именно его обоснование легло в основу проекта. Значит, что ему выгодно сделать? Завысить, оптимистично завысить все показатели. Как он это сделает? И вот тут включаюсь я, как специалист по машинному обучению. Я понимаю, что такое переобучение. Я понимаю, что любой, сколь угодно наукообразный анализ данных можно развернуть таким образом, чтобы он выглядел более оптимистично. Да, понятно. Теперь вопрос. Хорошо, а как этим аналитикам удается убедить национальное правительство в том, что они должны сделать этот невыгодный проект? Денежки. Во-первых, коррупция помогает. То есть они всегда поддерживают коррупцию на веснах, хотя на словах говорят, что они борются за демократию. Делай ровно не то, что ты говоришь. Это принцип, да. То есть они кровно заинтересованы в коррупции в странах третьего мира, где у них есть проект. Обязательно, да. Почему? Потому что проект, который делает консалтинговая фирма, они берут огромные деньги за консалтинг. Более того, они говорят, работать на этом объекте будут американские рабочие, платить им будут американские банки. То есть ты понимаешь, да? То есть в этой стране вообще денег не будет, да? То есть все финансы, они крутятся. Ну конечно, конечно, да. И несколько местных, соответственно, причем любой местный рад немедленно предать свою родину и пойти туда работать за 10 раз больше денег. И вот мы после этого говорим, у Америки заговор против стран третьего мира. Это заговор или нет? Это механизм. Механизм. Это механизм, который сначала... Нет, заговор против третьих. Вот насчет заговора против России в Америке уже я не так уверен, что его нет. Нет. То есть здесь как бы... Смотри, нет. Это третий мир или мы? Нет, четко. Против нас, мне кажется, есть четкое совершенно... Но не заговор, в смысле мы с тобой... Да. А полное совпадение интересов почти всех против России. Да, да, да. И смотри, нету никакого вообще четкого разграничения между заговором и незаговором. Да, нету. Есть интересы. Переходят друг друга. Всегда найдется человек, который скажет да и человек, который скажет нет на любой вот такой околополитический вопрос. И всегда можно подтасовать факты. И всегда можно обосновать, что это заговор или обосновать, что... Конечно. Ну, что, идиоты, такие верите в заговоры. Никаких заговоров вообще не существует в мире. Существуют механизмы, которые один раз кому-то показались очень выгодными и перспективными. Они начали тиражироваться. Но эти механизмы угнетают каких-то других людей при этом. Ну да. Это не заговор, да? Бизнес, ничего лишнего. Но просто заговоры это то, с чем борются. А механизмы это то, с чем не привыкли бороться люди. На самом деле надо бороться с механизмами. Вот это мы с тобой дошли до очень важной идеи. Насколько важны грамотные специалисты по теории игр, которые разбираются вот в таких вот ситуациях и говорят, вы выстроили такой-то механизм, он будет работать так-то, так-то и приводить к тому, что... Да, совершенно верно. И вот это должно популяризироваться просто немеренно. Абсолютно точно. Но мы не заметили, не учли, ума не хватило понять, кого они будут кошмарить. Да, все, все. А это можно было понять сразу. А это можно было, да. И вот здесь вот математика, теория и теория игр. И востребованность таких, как ты. Офигительная просто. Да, это понятно, это понятно. Там есть другая проблема, но ее мы обсудим, может быть, дальше. Так, следующий пункт, он чрезвычайно противоречивый. И он на самом деле... Вот вы просили оппонента. Вот оппонент на самом деле сидит. Дело в том, что приглашать оппонента надо умного, своего уровня. И поэтому я остановился на Константине. Значит, тут написано о переобучении, предрассудках, вере, когнитивных искажениях и критическом мышлении. Я человек, который одновременно обладает критическим мышлением, что касается науки. И одновременно воцерковленный, сын церкви, значит, хожу. Я православный, я окрещенный. Причем совершенно это не то, что потому, что у меня так было в семье. А абсолютно осознанный выбор. То есть я сознательно ставлю место в своей голове, где речь идет о вере как таковой. И сознательно оставляю место для критического мышления там, где это, грубо говоря, актуально и уместно. И я здесь, так сказать, вызываю там в интернете критику. Часто пишут там, вот как можно быть таким мракобесом, при этом таким умным в каких-то других вещах. Вот. И здесь, значит, у меня совершенно четкая позиция, что, ну, все, что касается религии и того, что будет после смерти, это нужно и важно об этом думать. И, возможно, половину времени, грубо говоря, половину времени о науках и том, как общество должно быть устроено, а половину времени о том, что просто тупо с тобой будет, когда ты умрешь. И когда ты думаешь об этом полвремени, ты вырабатываешь для себя огромное знание, ну, которое, так сказать, ну, в частности, вот, в случае русской земли, это знание православное. Вот. И, соответственно, тут явно ты написал о предрассудках и вере подряд, поэтому я так предполагаю, что ты атеист. Предполагаю, но, возможно, я ошибаюсь. Ну, так что я тебя готов слушать и не очень, как это сказать, у меня на канале я, это я в интернете агрессивен, а на своем канале я очень вежливый. То есть, если бы здесь сидел даже Саша Панчин, я бы его не обхамливал, как я в интернете это делаю, а миролюбиво спорил. Вот. Так что я с удовольствием послушаю тебя и, возможно, с чем-то не соглашусь. Ну, давай, начнем, как математики, да, с понятных нам с тобой обоим вещей. О чем была моя докторская, в 2010 году я защищался, это комбинаторная теория переобучения. Что такое переобучение? Это теоретически одна из самых основных опасностей в машинном обучении. То есть, мы когда строим некую модель, модель реальности, которая что-то нам предсказывает, то мы можем свалиться в так называемое переобучение. Что это такое? Это когда у тебя есть обучающая выборка исходно, на которой ты подогнал свою модель и там тебе кажется все идеально. Потом, когда ты с этой моделью идешь и делаешь новые предсказания, то оказывается там кошмар-кошмар, все плохо, никакой точности. Это вот мы называем переобучением или овершитинг. Так. С чем это связано? Эффект на самом деле абсолютно математический, статистический, изучаемый. И это, можно сказать, самая такая теоретическая, самая теоретически сложная, математически сложная часть той науки, которая называется Machine Learning. Вот эта часть науки, она называется Computational Learning Theory. Ты наверняка слышал. Слышал, но ничего не слышал про это. Значит, смотри, переобучение на самом деле возникает, даже если ты делаешь выбор из двух вариантов. Вот если у тебя вариант какой-то стратегии, какого-то принятия решения, которое будет многократно отрабатываться в разных ситуациях. Ты насобирал некий набор ситуаций и просто посчитал, вот сколько ошибок, какая частота ошибок. Одна стратегия дает один алгоритм и другой алгоритм. И ты видишь, один лучше другого на вот этой вот выборке данных. И говоришь, о, я этим буду пользоваться всегда. Приходят следующие данные. И там оказывается наоборот, что второй лучше первого. Так. Это может быть. Ну, проблема понятна, да. Да, может быть. Ну, конечно, может быть. С какой-то вероятностью. Вероятность можно посчитать? Можно. Да, то есть если ты взял полную... А как для этого нужны какие-то... Ты смотри, взял полную выборку. Допустим, у тебя простая ситуация. Нолики, единички, ошибка, не ошибка. Вот у тебя есть один бинарный вектор и второй бинарный вектор. Это те ответы, ошибка, не ошибка, которые дали два алгоритма на всех ситуациях. Теперь ты говоришь, а я множество ситуаций случайным образом разбиваю на две части. Одна у меня будет обучающая выборка, а одна контрольная выборка. Разбиение случайно. Все разбиения равны и вероятны. Так вот, оказывается, в этих предположениях можно посчитать точное значение вероятности того, что выбрав лучший алгоритм на обучающей выборке, ты ошибешься. Считаешь... И дальше эта ситуация распространяется с двух алгоритмов. Что я сделал в своем диссере, я эту ситуацию начал с примитивных случаев рассматривать. Вот два алгоритма рассматривал. Потом какие-то разные простые множество бинарных векторов, и на них вот эту ситуацию рассмотрел. И, собственно, это все довольно нетрудно расширяется до вполне реалистичных вещей, таких как, например, мы строим линейные модели скоринга для выдачи кредитов, для медицинской диагностики, геологическое прогнозирование, куча задач биоинформатики и так далее. И для многих моделей просто есть такие оценки. Верхние оценки вероятности переобучения. Да, все понятно. Которые, в общем-то, можно посчитать комбинаторными методами, еще более развитая техника функционального анализа для этого. То есть огромная, очень красивая, математически красивая теория, малоприменимая на практике, потому что получать такие оценки дико трудно. Они дико завышены. То есть пионерами в этой области были Алексей Яковлевич Червоненкис и Владимир Владимирович Вапник. Вот в Институте проблем управления, это где-то 60-е годы, конец 60-х, начало 70-х, они первые в мире построили вот эту вот теорию. Вот теория, которая давала верхние оценки вероятности переобучения. Но оценки были дико завышены, то есть намного порядков. Делать из них что-то практическое было очень трудно. И вот начиная с этого момента где-то 50 лет уже, эта теория развивается, и сейчас она, в общем, очень проработанная, но очень непростая. То есть просто вхождение в эту область исследования, это примерно где-то 2-3 года чтения литературы. Вот у меня было несколько студентов очень талантливых, которые сделали эту работу, защитились и уехали. Они сейчас, в общем, на Западе работают в этом направлении. Вот, но я от этого немножко ушел, мне стали более интересные прикладные вещи, но, как говорится, осадочек остался. В виде того, что если я чисто математически понял природу переобучения предрассудков, то есть вот один из пионеров советских этого направления, Михаил Моисеевич Бонгард, тесты Бонгарда, может быть, слышал, есть такая очень известная вещь. Вот, он был одним из первых, кто построил первые алгоритмы распознавания, применил их в геологии, вот, это были где-то 60-е годы. И он написал замечательную книгу «Проблемы узнавания», которая даже на современном уровне читается уже, читается, ну, как философская, скорее, но он там все, всю проблематику современного машинного обучения, он там изложил. То есть это было уже понятно тогда. Интересно, да. И про переобучение он тогда называл это предрассудком. И предрассудки в искусственном интеллекте и в естественном имеют абсолютно одинаковые основания. Но в естественном там больше, там еще куча когнитивных искажений, а у нас есть еще эмоции, которые накладываются и ведут нас к предрассудкам тоже очень часто. Вот, но кажется, что действительно из экспериментального опыта мы можем делать неправильные выводы. И это предмет изучения статистики, в том числе тестирования статистических гипотез, в том числе множественное тестирование, очень нетривиальная область, где мы, в общем, понимаем, что очень непросто оценить, насколько правильным является наше решение, принятое на основе опыта. То есть мы посчитали частоты статистики, выбрали, кажется, лучшее решение, но придут новые данные, там уже оно с некоторой вероятностью оказывается не самым лучшим. И вопрос, может ли вот это понимание нам как-то объяснить тот факт, что люди очень часто ошибаются, входят в какие-то предрассудки, заблуждения и даже на основе правильных фактов делают неправильные обобщения, неправильные общие выводы. И это сплошь и рядом должно происходить как следует из теории. Ну это все как бы некая наука, то есть это заявленный теме, как я понял, отношения не имеет, да? Нет, имеет абсолютно, потому что я перед собой увидел следующий челлендж. Ну хорошо, я рассмотрел проблему... То есть я думал, что сейчас будет какое-то рассуждение там связанное с взаимоотношениями наукой и религии, но его явно нет. Нет, сейчас оно тоже, мы сейчас дойдем до этого, я думаю. Значит смотри... Да, да, последний, про религию и массовую идеологию, но это, я не уверен, что это о том же. Ну давай не будем вперед забегать. Хорошо, пока я не вижу ничего, чтобы у меня вызывало какие-то возражения. Да, я сейчас тебя потихонечку подведу. То есть челлендж возник передо мной вот какой. Хорошо, я эту проблему рассмотрел и понял в такой рафинированной постановке, которая имеет отношение к анализу данных, к решению наших профессиональных задач. И вообще математические задачи ставятся как некое исследование на булевых матрицах. Можно ли из этого выцепить какое-то понимание того, насколько человек может заблуждаться в реальной жизни, когда он принимает для себя решения по жизни, или когда он выбирает между какими-то научными фактами и знаниями и лженаучными. То есть почему такое большое количество людей, которые верят в какие-то лженаучные вещи? Потому что они подтверждались в их жизни, на их практике. То есть человек раз попал в ситуацию, два попал в ситуацию, три попал в ситуацию и уже обобщает, и говорит, о, значит вот так, вот так оно всегда будет. И это неверно. А дальше начинает работать положительное подкрепление. То есть ты уже во что-то уверовав, эндокринировавшись, ты начинаешь дальше замечать подтверждение, не замечать опровержение. И это уже чистая эмоция. Ну это все очевидно, но это же не имеет отношения все-таки... Это имеет отношение к повседневной жизни, но к религии никакого. Вот совсем. Ну это имеет отношение к тому... Это может быть к заблуждению жизни. Почему мы вообще заблуждаемся, да? Да, условно, да. Почему мы иногда делаем неверные выводы на основе своего опыта, казалось бы, большого. То есть если в твоей жизни 10 раз произошло какое-то вот необычное событие, и ты сделал из этого какой-то мистический вывод для себя, можешь ты заблуждаться? Легко. Вероятность посчитать? Легко. Теперь нас миллионы. Даже если вероятность была одна десятая процента, сколько у нас заблуждающихся будет в обществе? А что делать, если получается ситуация, вот когда ты оцениваешь, у тебя получается все равно, даже если ты как бы сделал контроль на все на свете, вот у меня было несколько ситуаций в жизни, к сожалению, сейчас я не могу вспомнить, да? Но когда я... Это все отлично понимаю, это все очевидно. Но когда-то бывает так, что ты пишешь вероятность, и она такая, что она не может даже при условии умножения на всех 10 миллиардов, вот никак не вылезать за такой предел, который невозможно. А здесь вот вопрос, о каких вероятностях мы говорим. Ну да, понятно, без ситуации невозможно говорить. Корректно ли мы строим вероятностную модель? Вот есть такое замечательное, абсолютно ложное рассуждение, что вот какова вероятность того, что жизнь зародилась бы сама собой. И тут вот вычисление, которое... Что тебе не нравится в этом рассуждении? Вроде все четко, получается очень низкое. Нет, нет, потому что неверно заложенная туда аксиома о равномерном распределении вероятности. Когда ты рассматриваешь... Это не мимохлёж? Нет, смотри. Ну вот рассуждение, которое, по-моему, на каком-то твоем канале я тоже видел. Мне кажется, что это как раз... То есть подсчёт, а могла ли жизнь зародиться сама собой? И какова вероятность? И вероятность оказывается такой, что это единица поделит на число атомового вселенной. По-моему, все признают, да. Да никто это не признаёт. Это полностью бредовое рассуждение, очень вредное, потому что оно приводит к очень опасному заблуждению. Потому что оно не учитывает механизмы самоорганизации и репликации, главное. Вот представь себе, что у тебя нуклеотидные последовательности. Сколько там нуклеотидов? Четыре штучки. Вот они начали сами собой где-то там... Это простые, органические, но простые соединения, да. И где-то в какой-то среде создались такие условия, что они начали синтезироваться. Они тут же начинают объединяться в цепочке, а цепочка тут же начинает реплицироваться. Вот у тебя основа для зарождения жизни. И вот эта вот вещь, она не поддаётся тому, той аксиоме, что распределение вероятности, из которого ты посчитал вот эту вот оценку, что оно равномерное, ты в этой оценке, когда её считал, неявно, может быть, не признаваясь себе, предположил, что распределение вот всех вот этих вот атомов и Вселенной, оно равномерное. И сами слабо они не могли сложиться. Но где-то с малой вероятностью на какой-то планете могли создаться условия, что именно конкретно эти четыре вещества начали в большом количестве синтезироваться. Где-то в какой-то луже в воде. Но это пока исключительно... То есть это рассуждение, оно ещё хуже. Если ты про что-то ничего не знаешь, но предполагаешь, что там всё равномерно, это неправильно, но это честнее, чем сказать, а вдруг оно неравномерно. Нет, это не честнее, это как раз вот то самое заблуждение... Либо можно просто сказать, в этом ничего не понятно абсолютно на данный момент, мы абсолютно не можем это воспроизвести. Понимаешь, в чём опасность? Мы этого не понимаем, и всё. Я почему говорю, что это индоктринация? Потому что в эволюции, ну вот все известные мне, честные биологи, говорят только одно, ничего там в эволюции не понятно. Ничего. Каждые 15 лет меняется теория. Подожди. У нас 15 лет назад одна была теория, 30 лет назад другая. Если честно говорить, мы не понимаем, как зародилась жизнь. Это эмоция. Это абсолютно нормальное состояние в науке, что мы по кусочкам отвоёвываем истину. То есть мы узнаём что-то. Да, но почему при этом нужно убеждать. Огромное поле нашего незнания. И при этом в чём опасность данной конкретной ситуации, которую мы принялись тут с тобой обсуждать. В том, что миллиарды лет эволюции, к сожалению, невоспроизводимы в лабораторных условиях. Даже если попытаться это как-то ускорить. Конечно, конечно. Ну а как тогда можно быть чём-то уверенным, если ты не можешь это повторить в эксперименте? Мы же с этого начинали, что любая теория должна быть проверена на эксперименте. Естественно. Но то, что мы пока не можем повторить какие-то вещи в эксперименте, это не означает, что так не было. Конечно. Но и не означает, что так было. Вот на этом я вполне готов на самом деле. Вот грубо говоря, что меня бесит в этих самых, в этих всех там, которые там выступают постоянно. Они подают обществу как данность, как установлено научным образом всё вот это вот эволюционное, вот это всё вот теорию. А она полностью, абсолютно вся шита белыми нитками. Нет никаких оснований думать, что так не могло быть, но нет никаких оснований думать, что так было. И вот это преступление со стороны наших коллег-популяризаторов биологии. Просто преступление. Женя Тиманова просто совершенно в лицо мне говорит, да, говорит, это абсолютно, это совершенно на сегодня так не выходит. Есть куча гипотез, может быть, одна из них будет верной, может быть, не будет. Но сегодня мы этого не понимаем. Ещё многие другие говорят, а несколько ребят продолжают прямо, нет, вот это вот марксизм наш, и мы в него верим. Ну чем они тогда... Ну смотри, здесь тоже какая-то... Акт веры в них происходит. Какая-то индустринация происходит. Потому что механизм эволюционный, который основан на технике репликации, он абсолютно понятный. То есть тут не надо ничего доказывать, да, тут двойная спираль, ДНК, химия, всё это в пробирке воспроизводится, правильно? То есть кусочки вот этих вот, они реплицируются. Но против кусочков никто и не возражает. Никто не возражает, но дальше кусочки начинают объединяться, усложняться. И в принципе эта гипотеза, она мне кажется разумной. И то, что эти кусочки могли обрасти сначала белковыми оболочками, это увеличило их устойчивость. Они начали удлиняться и так далее, и так далее. То есть и вот эти вот... Мы с тобой не биологи, мы с тобой рассуждаем здесь как дилетанты. Мы тут рассуждаем. Мы философствуем на самом деле. Я согласен, что мы философствуем, но на мой взгляд, всё, что я успевал, а я в принципе в это всё немножко погружался. И даже я ходил на кружок эволюции в школе. Значит, на самом деле, моё ощущение следующее. Не даже полным абсурдом предположение, что ненаправленная эволюция происходила и 4 миллиарда лет было достаточно, чтобы всё это сделать, является полным абсурдом. Подожди. Вот здесь я с тобой первый раз за сегодня не согласен. То есть, что значит ненаправленная? Когда ты включаешь механизм естественного отбора, то есть у тебя реплицироваться начинают те структуры, которые проявили свою устойчивость. И здесь ты говоришь целенаправленный. Да он целенаправленный получается. То есть, понимаешь, я как человек, который 15 лет своей жизни посвятил программированию, я много чего программировал, в том числе генетически эволюционные алгоритмы. То есть, я понимаю, что эта штуковина, это просто механизм оптимизации. И биологическая эволюция, она имеет очень много общего с тем, что я вот своими руками построил на компьютере. Да, но дело в том, что вот тут очень важное замечание. Ты своими руками. Да. Вот здесь то же самое. Кто-то своими руками, безусловно, эти механизмы может собрать. Но предположить отсутствие другого-то... Не-не-не-не-не. Ну, на мой взгляд, это просто реально, ну вот как бы такой вот убрать голову в песок. Нет. Это философия. Да, я считаю прямо наоборот, да, что нет никакой необходимости прибегать к понятию вот кого-то, кто это создал, для того, чтобы объяснить то, что мы видим вокруг себя. Это может быть объяснено и эволюционными механизмами. Да, значит, про эволюцию я должен констатировать, что в этом месте мы пришли к разногласию. Есть такая, есть статья у Аумана «Agree to disagree». Видел, очень интересная про структуры знания. Она, между прочим, имеет прямое отношение к тому, что мы говорим. Он там процесс получения знаний неким образом формализовал. Очень интересная статья «Agree to disagree». Так, значит, и, в общем, есть ощущение, что дальнейшее повторение аргументов не очень осмысленно, поэтому мы переходим к пункту 7, который называется «О фейковых новостях и пропаганде». И жутко интересно, что же ты тут скажешь? Мне просто ужасно интересно. Ну, смотри, я, кстати, думаю, что… Это наша реальность. Вот прямо наша реальность вокруг нас. Да, мы еще вернемся вот к этому вопросу, и там будет повод еще раз говорить про эволюцию. Пропаганда, фейки, я к этому пришел через анализ текстов. Как раз после докторской, чисто теоретической, математической, я решил, чем бы мне заняться более практично, и выбор был между биоинформатикой и анализом текстов. Но я понял, что в биоинформатике мне еще нужно 10 лет учиться, прежде чем добраться до переднего края науки, тексты как-то ближе. И постепенно как-то это сомкнулось с другим интересом, уже чисто таким гуманитарным. Все-таки мне не нравится тот мир постправды, в который мы пришли. И я думаю, что много, кто не согласен это принимать. Понятно, что ложь, она всегда сопутствовала жизни человеческого общества. Мы всегда обманывали друг друга. Есть ложь во спасение, есть ложь в корыстных целях, есть те же заговоры и так далее. Это все всегда было, это все всегда было с нами. Но чем отличается текущая ситуация и почему вообще слово постправда, появившись впервые в 90-е годы, взорвалось только в 16-м году? С Брекзитом, выбором Трампа и так далее. Да, почему и вообще что это? Это отразилось даже на академической литературе. То есть, если раньше пострус как объект научного исследования, ну где-то 500 статей в год. Вот примерно такой объем на протяжении вот предыдущих лет примерно 20-ти. И тут вдруг взрывообразный рост. И сейчас мы последние годы наблюдаем 24 тысячи. Что такое без праздника? Значит, академическое сообщество обратило внимание уже на это как на существенное явление в социальной жизни и стало это исследовать. Так, что это такое? Определяют по-разному. То есть, это можно определить так, что не столь важно, правда или неправда, важно какая-то эмоция. То есть, людей стали убеждать эмоциями. И ложь можно повторять многократно, как говорят многие известные пропагандисты. И тогда как бы она входит в общество и уже воспринимается как правдой. Значит, это тоже было давно известно. И даже когда в 20-е годы появлялось слово пропаганда, говорили, да что вы тут такое новое изобретаете, это же всегда с нами было. Тем не менее, появляются все время новые слова, которые обозначают какие-то качественные переходы. Вот что за качественный переход произошел в 16-м году, когда резко взорвалось слово постправда. Оксфордский словарь объявил его словом года в 2016-м. Да, блин, а я вообще ничего не слышал. Вот, что произошло. Я это так кратко формулирую. Технологии вырвались из-под контроля. Сейчас обосную. Но вывод будет такой, раз они вырвались, значит надо этими же технологиями загнать их обратно под наш контроль. Значит, что произошло? Давайте подумаем. Значит, социальные сети дали возможность простым людям, таким как мы с тобой, и даже еще проще, быть средствами массовой информации. То есть, любой человек уже может высказываться так, что его увидят сотни тысяч, миллионы. Раньше такого не было. Слухи распространялись и раньше. Слухи, сплетни, это люди всю жизнь очень любили делать. И это такой вот способ распространения неправды, но он был очень заторможенным. У Высоцкого, помнишь, и словно мухи по углам, да, бродят слухи по домам, и беззубые старухи их разносят по умам. Да, вот-вот-вот-вот. Но раньше это как-то медленно происходило, а теперь настолько процесс стал реактивным, что стала вот такая вот борьба слухов и домыслов, да, и можно вбросить в общество какую-то идею, в том числе ложную, она очень быстро распространится, и если она завернута, упакована в приятный фантик, то она будет обществом воспринята. Как факт. Да, как факт. И это всегда через эмоцию, да, через подачу. Можешь ли вывести какой-нибудь пример, чтобы люди, вот прямо вот нас слушающие, вспомнили, что из нашей жизни. Ну, давайте, предметов, примеров огромное количество. Я приведу пример рекламы в лондонском метро. Значит, есть фотографии, можем поместить ссылочку. Это цитаты из разных писателей всего мира, в том числе русских. В том числе Тургенева. В том числе была цитата якобы о том, что русским людям не нужен ни прогресс, ни цивилизация и так далее, и так далее. Вот такая цитата. Первое. Не было написано, что это русский писатель Тургенев. Второе. Была выдрана часть его текста, где было сказано «Говорил Базаров». И вот это вот большое панно висит в лондонском метро. Люди ходят мимо и читают, что русским не нужен ни прогресс. Слушай, а там настолько все идеологизировано? Да. Если я иду по улице и вижу, что англичане такие-то или такие-то, я думаю, что какой-то идиот здесь сорвался с этого слова. Очевидно, да? Это разжигание межнациональной розни. Это разжигание межнациональной розни. У нас они бы пошли по статье «Э». Да. Как компания, которая проводила вот эту рекламу, это книжная фирма. Фантастик. Она говорит, что мы хотим познакомить наше население с цитатами великих мировых писателей. Прекрасно. Как они отмазываются, да? И мы хотим, чтобы люди сами нашли эти цитаты в литературе, а мы вообще книги продаем. Слушай, какая прелесть. Вот. И вот этот кейс, он был подробно разобран, и он такой очень очевидный, пропагандистский, с понятной отмазкой. Да. И не придерешься, да? И не придерешься, да. Я помню, что была вот когда тысяча лет назад реклама Блиндомеда, что он берите обычное яйцо, там что-то такое. Мой друг лично провел эксперимент, никакой разницы между обычной пастой и Блиндомедом. Это понятно, да. Просто вообще ноль. Он лично дома провел? В рекламе это в огромном количестве работает. Вот. И вопрос, да, почему мы оказались в таком мире, и пропаганды очень много разной. За какие грехи? Да. Идет идеологическая борьба, но она всегда шла, да. Сильные мира сего, они всегда имеют какие-то интересы, распределяют какие-то ресурсы, борются за них, и поэтому они индоктринируют свое население тем, что вот там враги, а эти наоборот, там враги. И создается образ врага с двух сторон. И так, в общем, на протяжении человеческой истории всегда было. Но теперь вот воюют не оружием, а воюют текстами. Да. Вот это очень важное, важное качественное изменение, что теперь текст стал видом вооружения. Видом вооружения, да. Да. И это надо, во-первых, осознать, и опять-таки, возвращаясь к школе, к нашему разговору, вот я считаю, что школьников мало того, что надо учить культурологии, да, литература как, прикладная литература как культурология, их еще надо учить основам рационального мышления и пониманию того, где вас могут обмануть. Да, я всегда мечтал о таком курсе. Да. Куча примеров, как вас обманывают. Да, и все варианты обмана, это на самом деле, это не про наперсточников, да, это про то, как пропагандисты сознательно пользуются когнитивными искажениями психики. Внимание, список когнитивных искажений, это уже примерно 170 пунктов, с абсолютно конкретными историями, как это работало или не работало в науке, в маркетинге и в пропаганде. С конкретными примерами, то есть из этого уже можно сделать хороший курс и люди это делают. А у тебя есть этот список? Он есть чуть ли не в Википедии. Очень нужно. Да, очень нужно. У меня есть свой пример, очень такой пример, который мне понравился, ну то есть я у меня узбесил, но вот как пример искажения. Книга «50 идей математики», по-моему, если я не ошибаюсь, иностранная, значит, или «50 лиц математики», в общем, там есть какая-то книга такая популярная по математике, где там очень сильно занижена роль наших математиков, там буквально из них указан один или два, причем обязательно в таком стиле, что вот Лобачевский указан, но акцент именно на то, как проклятое русское правительство ему не давало жить. Ну это ладно, но самое главное, что написано, а это другая, это другая книга, вот в одной книге меня вот это немножко задело, но по крайней мере там было про Лобачевского, что это гений там и так далее, а в другой книге еще хуже. Слушай, когда издают на русском языке, просто переиздают американские энциклопедии для детей, это ужас-ужас, это надо запрещать как пропагандистскую литературу, потому что у них там чуть ли не первый космонавт был американец, про русский космос там вообще ничего нет. Да-да-да, таблица химических элементов никогда не называется, таблица Менделеева и так далее, и так далее. Ну да, то есть нет, там идеологическая борьба конкретно просто идет в полную. То есть как бы вот этой России не существует, то есть ничего хорошего, что для человечества сделано в России, как бы не замечается, но зато в России есть лапти, балалайка и медведи. Да-да-да, то, что в каждом университете сидят профессора с русскими фамилиями по списку, да, начиная сверху. И где-то там примерно в Чукотке до сих пор, до 19 века рисовали страна Гоги и Магоги, да, то есть из Библии, да, там было примерно указано, где она, да, мифическая страна некоторая. И можно проследить на картах европейских картографов, как они постепенно отодвигали вот эту вот страну дальше-дальше по России, дальше-дальше, на картах 19 века она рисовалась в Чукотке. Но вот самое, что меня реально взбесило, это вот следующее, это вот это умнее. Пишут про геометрию Неевклидову. Следующая цитата. Неевклидову геометрию придумал Яныш Баяи, который в 1829 году написал о ней там значительный трактат под руководством Гаусса, что-то такое, в переписке с ним. Следующая фраза, внимание, в скобках, или в скобках, или следующей фразой. Тремя годами ранее про Неевклидову геометрию писал Николай Иванович Глобачевский в России. Точка. Точка. Все. Геометрия придумана Янышем Баяи в 1829 году, тремя годами раньше о ней писал Николай Иванович Глобачевский. Если на свете большая подлость вообще просто, вот что меня вот в этом английском мире бесит, это вот абсолютное лукавство. У нас нет такого лицемерия, доведенное до абсолютного предела. У нас реально русский человек так не может, он может морду дать, да, там пьяный, но вот до такого просто не доходит, ну не может доходить. У нас как бы топорно, у нас пропаганда топорно, но вот до такой подлости у нас не доходит. Это очень большая беда, что против пропагандистских технологий, которые очень тонкие, которые основаны на психологии, психолингвистики и очень глубоких исследованиях, мы со своей стороны выставляем какую-то топорность, которая, ну очевидно, тому же пьянице под забором. Она раскалывается на раз. И вот это большая недоработка. Это большая проблема, да. То есть против технологий надо выставлять соизмеримо мощные технологии. Да, ну что поделать, да, раз такие правила игры. Или разоблачать. Или разоблачать, да. Поэтому это интересно. Это интересно как предмет академических исследований. И почему я занялся этим? Мне очень хочется просто разложить с математической точностью по деталям на кусочки, на составляющие, как устроена пропаганда. Да. Вот приемы манипулирования. Это круто. Прям максимальная тебе поддержка. Искусственный интеллект причем здесь. А при том, что это способ формализации гуманитарных знаний. Как делают лингвисты свои кабинетные исследования. Они берут несколько текстов, примеров и говорят, вот здесь прием гиперболизация, вот здесь прием обесценивания, а здесь эвфемизм, а здесь еще что-то. Это все те приемы, которые работают в пропаганде. Что я могу им предложить как инструмент исследования? Давайте делать обучающие выборки на этом. Вот вы не просто там проанализировали несколько текстов, а мы составляем из этого обучающую выборку, строим модели, которые напускаем вообще на весь объем социальных сетей. Или весь объем средств массовой информации. Что я хочу сделать в итоге? Черный ящичек. У него на входе любой текст. На выходе. В этом тексте вас пытаются обмануть здесь, здесь и здесь. Здесь манипуляция такая-то, такая-то. Вот фрагменты выделены. Это все протегировано известными способами манипуляции, со ссылками, примерами и так далее. А вот здесь идет, извините, основной прием манипулирования. Это все-таки замалчивание. И человеческий мозг, он не способен воспринять, что ему не сказали, что ему не договорили. Это надо быть безумно хитрым и натренированным. И критическое мышление воспитанное. Теория игр. Теория игр. Надо угадать, что было до этого под действием людей. Да, да. Это почти невозможно для человеческой психики. А компьютеру наоборот это легкая задача. Супер. И вот надо это объединить. То есть, с одной стороны, серьезная лингвистическая, психолингвистическая экспертиза. С другой стороны, технологии искусственного интеллекта. И любой текст тут же препарируется и человеку показывается, как он на тебя должен повоздействовать. Более того, там можно поставить и более тонкие задачи. На какую целевую аудиторию как воздействует. Ожидаемые психоэмоциональные реакции. То есть, это тоже... Целый институт нужно открывать, на самом деле. Да. Да, абсолютно. Целый институт противодействия западной пропаганде. Абсолютно. И в принципе, у меня уже собралась команда единомышленников, которые такой институт готовы открыть хоть завтра. Денег дайте. То есть, в этом проблема. Если пойду в политику, да. Спасибо. Ну и, значит, завершающие тут три есть темы о демократии и информационных технологиях. Ну, я думаю, что он просто, не знаю... А, смотри, здесь один кейс я скажу все-таки, да? Ну, скорый кейс, да. Значит, мне есть здесь что сказать, потому что я задался вот каким вопросом. А почему, спрашиваясь, в последние годы, хотя и раньше такое бывало, результаты голосований во многих странах приходят к результату 50 на 50? И нет ли здесь какого-то математического факта? То есть, ну не может быть... Нет, но у нас есть модель этих самых, обычная модель хотелинга на отрезке. Можно на нее составиться? Да, смотри. Значит, мы сделали с одним моим студентом имитационный эксперимент. Предпосылки вот какие были. Допустим, представим, что у нас есть две соразмерно мощные пропагандистские машины, которые делают следующую вещь. Они измеряют соцопросами общественное мнение, они видят, где на кого можно повлиять, где то серое болото, которое колеблющееся, и выплескивают туда, например, компромат на противника. Это на самом деле ровно хотелинг. Это же, ну как просто, это механизм реализации хотелинга. То есть, это в точности, это вот равновесие. Так вот, независимо от того, каким было исходное распределение, может быть, там 20% были за, 80% против. Но из них там 50% а то и больше, они какие-то колеблющиеся. Их можно переубедить по ходу дела. Так вот, эксперимент из любых начальных приближений устойчивых сходится к 50 на 50. Что мы видим? Во Франции, Brexit, Trump, и так далее. Ты просто, ты как бы продолжил, расширил тему равновесия хотелинга. Да, но здесь... Раскрыл ее, раскрыл. Да, просто в имитационном эксперименте. Я подошел к этому как программист. Мне другое интересно, почему у нас всегда по-другому. Но это ладно, это, наверное... Я думаю, что это несовершенство вот этих пропагандистских машин. Они все еще не равносильны, да? Мне кажется, что это все по причине того, что у нас немножко по-другому политическое общество устроено. Это интересный вопрос для исследования. Но какой я вывод отсюда делаю? Что механизмы западной демократии, которые были заложены в 19 веке, они просто не выдержали вот этого натиска технологии. Это хакинг, да? То есть, на самом деле, да, на самом деле, вот это вот большинство людей, которые болото, и мнение которых можно поколебать той или иной информации, ну, они не должны принимать решения в выборах. Вот вопрос, и как тогда, тогда это рушится идея демократии, да? Или же мы должны какой-то там образовательный царь сносить? У меня нет ответа. У меня тоже нет ответа. У меня есть жестокий ответ, что демократия начиналась, когда голосовали белые мужчины. Ну, и как бы это работало пока... Слушай, вообще любая демократия в обществе, это когда голосуют рабовладельцы, а еще есть рабы, которых не спрашивают. Ну да, мне кажется, что она и работала в этих ситуациях, а в других ситуациях, она и не будет работать. Вот, то есть, у меня есть еще другое объяснение немножечко, что в 19 веке вот повлиять на общественное мнение так быстро и в таких масштабах было нельзя. Пришли социальные сети, и все процессы, которые раньше были медленными, тормозными, развивались в обществе месяцами, а сейчас это можно организовать за считанные дни. И это просто две машинки, которые с хорошей налаженной обратной связью, вот они передергивают общество. Ты то за Байдена, то за Трампа, то-то-то-то, да, пришло голосование, и результат голосования решается какими-то несчастными тысячами голосов, где возникает такая теория игр. Манипуляция обязательно возникнет, потому что она стала легкой, она стала технологичной, и она обязательно возникнет. Нет, я с тобой просто согласен. Единственное, чего я не понимаю, это какого этого всего процесса будущее, и как на это повлиять, потому что такое ощущение, что это просто все сюда залезло навсегда, и все. Нет, нет. Ну или какой-то выход будет, который мы не можем угадать из-за этого. Нет, не можем угадать, но мне кажется, надо вводить образовательный ценз. Надо сначала людей учить, первое, критическому мышлению, политическому мышлению, геополитике. То есть экзамен на участие в выборах. Да, экзамен на то, что ты имеешь, что ты сознательный гражданин, что ты имеешь право участвовать в выборах. А как же голосуй сердцем, помнишь Ельцина? Ну ладно, я не знаю, как я отношусь к этой идее насчет ценза. Вообще, как я отношусь к демократии, я не знаю. То есть я монархист, но это чисто теоретически. Сейчас нет монархии, сейчас она такая условная. Я монархист в плане того, что мне кажется, что то, что было до 1917 года, гораздо более естественно и разумно выглядит, чем то, что сейчас. Но у меня нет никакой идеи, как обратно вернуться. Ну нет, я не монархист, я не считаю, что надо возвращаться обратно, потому что революция произошла не потому, что так захотели большевики, а потому что население реально было закошмарено. Но надо искать другие формы. Мне, например, очень нравится, как в Швейцарии устроено. Они по любому поводу референдум. По любому поводу референдум? По любому поводу. И все время вот это вот постоянное снятие мнения большинства по любым вопросам, даже культура, которая складывалась очень долго, они очень долго к этому шли, но это великолепно. Ну прикольно. То есть летом было бы не один референдум у нас, а целые там 20. А сейчас по любому вопросу, в принципе, можно легко опросить общество. Но вопрос, а почему ты решил, что мнение там человека неподкупно, если ты его за полбутылки водки покупаешь, да? Это же неправильно. Или ты его покупаешь просто за то, что ты ему в сообщении в социальной сети сбросил компромат на соперника. Да, я понял, да, да, конечно. И фактически, да, еще один вот... То есть нужно голосовать не за людей, а за мнение, да? Или что? Чертова знает. Вот еще одна интерпретация. Вот когда борются эти избирательные машины друг с другом, фактически они разменивают деньги на мнение избирателей. Что это такое? Да это подкуп. Подкуп избирателя, он просто не прямой. Он просто технологично организован, но суть-то от этого не меняется. Да, то есть они тратят... Не потому, что избиратель подкуплен, он получил деньги. Нет, он даже денег не получает. С другой стороны, посмотрим. Они покупают голоса, они тратят деньги, а взамен на деньги получают голоса. Вот с этой точки зрения это подкуп. Да, я понял тебя. Ну, это все совершенно понятно, я с тобой совершенно согласен. У меня нет видения того, как правильно... Ну, то есть у меня есть видение того, как правильно, но я повторяю, я, так сказать, я монархист. Мне кажется, что какая-то консолидация, какая-то автоматическая, естественная консолидация вокруг монарха была бы правильным выходом. Но как к этому выходу прийти, у меня ответа нет. Это архаика, Леш, это архаика, это уже не будет жить. Я вообще считаю, что только к архаике все вернется, конча концов. Нет, 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 нет. Остальные формы друг друга, себя сами изживут. Смотри, я верю вот в что, что... Вот расскажи, ты говорил про какую-то идеологию. Вот мне интересно выслушать, я уверен, что я с тобой совершенно не соглашусь, но нужно, чтобы ты успел это высказать. Ты говоришь про какую-то идеологию, которая будет вне религии. Да. Вот расскажи, я в это не верю, но расскажи. Ну, смотри, давай сейчас мы с тобой порассуждаем. Не верю, но даю слово. Да, просто как люди, которые обладают регулярным мышлением и автоматическим мышлением. Давай начнем вот с какого вопроса. Что является безусловной ценностью для человечества? Ничего. Что есть... Ничего, нет такого. Что есть такого, что... Пандемия показала, что нет. Независимо от культуры, религии, пола, возраста, образования и так далее. Что объединяет человечество? Ничего не существует такого. Я утверждаю. Ты не прав. Вот в пандемию я понял, что не существует. Потому что к одним обращались, что ценность это вот ваша жизнь как можно дольше, и не чтобы вы не умерли вот сейчас от этого коронавируса. Другим ценность свободы, что я вышел в парк, и мне просто плевать на то, что чуть-чуть выше станет мой риск. Можно встать выше над обоими вот этими мнениями. Давай, встань. Это биосферное мышление. Самое главное для нас, это выживание нас как биологического вида в той естественной среде, в которой мы развивались миллионы и даже миллиарды лет. То есть представляешь, вот этот вот путь развития эволюционный к какому чуду... Ты вернадский, батенька, да? Хорошо, давай так. Допустим, это правда, я не понимаю, в чем ее практическое значение. То есть это как философское утверждение, вероятно, это правда. Это философия, это абсолютно практическая вещь, потому что если мы поймем ценность себя как биологического вида во всем этом многообразии, которое... Вот надо просто научиться ценить результат эволюции. И это очень сближает нас с религией в том плане, что ты это ценишь, потому что для тебя это творение Божие, а я ценю это как уникальный результат миллиардов лет эволюции. То есть для меня бах, это красивейшая вещь, которая имеет самоценность. То есть результат эволюции имеет самоценность, а мы как биологический вид, чем мы занимаемся на этой планете Земля? Независимо от всех наших различий культурных и так далее, мы строим человеческую цивилизацию. Существуем недостаточно, мы строим. Мы строим, мы развиваемся, мы развиваем себя, мы хотим понять, как устроен мир. Из этого понимания мы извлекаем технологии и мы облегчаем себе жизнь. Мы строим себе комфортную жизнь, как биологическому виду. Хорошо, тогда скажи, как на проблему? Я в этом плане абсолютная практика. В математике я чисто теоретик, я люблю только то, что вот совершенно просто саму математику, как она есть. А вот здесь я абсолютный практик. Вот у нас на руках проблема коронавируса. Я считаю, что она расколола мир напополам. Ну или может быть там в отношении 7 к 3, неважно. Я имею в виду, что проблема коронавируса расколола мир на тех, кто считает, что нужно теперь жить совершенно по-другому, чтобы снизить риск заболеваемости. Мы готовы и на маски, и на сидение дома, и на то, чтобы работу там потерять, если что. Все, я понял. А мир нам обязан, соответственно, нас как... А другие, которые говорят, мы хотим сохранить свободу, пусть будет риск выше, пусть кто-то умрет, пусть 100 тысяч человек умрет, 400 тысяч, но мы хотим свободы. Как ты будешь это разделять? Легко, надо подняться выше. Давай, вот поднимись. В этом конкретно вопрос. Значит, человечество не первый раз сталкивается с пандемиями. Была чума, было во время Первой мировой войны, и всегда это заканчивалось. Первое. То есть, мы сейчас вошли в эпоху, с нами происходит некое редкое событие, которое вообще в истории человечества довольно редко происходит. И это разовое событие. То есть, нельзя из-за разового события менять в целом концепцию развития. То есть, я не согласен с людьми, которые говорят, что эта пандемия что-то там раз и навсегда в человечестве поменяла. Ничего подобного. Соответственно, ты за меня, да? За то, что свобода в этом случае важнее. Да, мы очень быстро забудем про эту пандемию, когда она закончится. У нас все-таки есть медицина, у нас все-таки есть определенные предпринимаемые мероприятия. Может быть, эта фигня будет с нами там еще год, 24 года. Я не знаю. Все, ты веришь в то, что эту проблему не нужно сейчас сильно обсуждать, она уйдет сама. Тем более, в России она уже ушла. Да, проблема все равно временная. И я с Клаусом Швабом абсолютно не согласен. Вот, я это хотел услышать, что ты про это думаешь. Да, он через это продвигает определенные глобалистские, как всегда, пропаганда. Клаус Шваб пошел на три буквы, правильно? В принципе, да. Мне даже кажется, что глобализм не состоялся как идеология. И все вернутся к тому, что наши национальные интересы все-таки важнее. И мы идем к глобализации, но ее нельзя устроить как революцию. Человечество придет к глобализации тогда, может быть, быстрее, может быть, через 50. Когда вот совсем все начнут друг с другом общаться настолько много и часто, что наконец поймут друг друга. Но пока мы разделены культурами, в которых мы воспитаны. У нас привычки, а с привычкой и воспитанием взрослый человек уже сделать ничего не может. То есть, это надо просто... Глобализация – это наше будущее всего человечества. Мы рано или поздно поймем, что планета слишком маленькая, во-первых. Во-вторых, слишком хрупкая, потому что мы ее можем уничтожить уже. Мы можем уничтожить все живое на Земле. И это означает, что мы взяли на себя ответственность за биосферу. Вот то, что эволюционировало миллиарды лет, я надеюсь, ты не сторонник религиозной точки зрения, что всей истории 7000 лет. Все-таки это миллиарды лет. Я думаю, что, грубо говоря, тексты надо правильно трактовать. Вот эти библии. У нас уже, грубо говоря, нет смысла в этом утверждении, потому что невозможно ни проверить, ни опровергнуть его. Грубо говоря, понятно, что в один момент, 7000 лет назад, Господь мог создать все ровно так, как если бы оно развивалось. Более того, оно могло развиваться 7 миллиардов лет, а 7000 лет назад он сказал, что сегодня… Леша, но ты здесь уже отрицаешь достижения науки. То есть ты отрицаешь радиооблеродный анализ. Нет, когда я говорю… Так нет, нет, так это же все вместе, это все так мог создать Бог. Нет. Что значит не мог? Невозможно. Невозможно. Он Бог. Берет и создает. Нет, я к тому, что это полностью философский вопрос. Это вот это мракобесие, Леша. Это полностью философский вопрос. Это не мракобесие. Нет, нет. Вахштейн, я согласен здесь с Вахштейном. То, что говорит Витя Вахштейн, очень хорошо он сказал. Вот любое утверждение про то, как происходила эволюция, является идеологией. Любое. Потому что на самом деле могло быть как угодно. Мы сегодня наблюдаем лишь то, что мы наблюдаем. Давай поговорим о гносеологии тогда. То есть, как человечество познает мир постепенно. Что такое истина? Истина это так, как все было на самом деле. Понятно, что 7 дней, это не 7 дней вращения о земле в своей оси. Это ясно, да. Это совершенно очевидно. Смотри. Что мы наблюдаем в истории? В истории мы наблюдаем, что сначала на право знать истину претендовала религия. Причем все религии противоречат друг другу и каждая отделяет только себя. Православие никакого права никогда не издавает. Это все католики. Католики, я же говорю вообще. Православии не было ничего подобного. Подожди, Леш, я говорю не только про аврамические религии. Вообще про все. Да ничего. Аврамические как минимум три. Слушай, шаманизм вообще никаких прав ни на что не предъявлял. Вообще. Он сидел и говорил, я вхожу в связь со своим дедом умершим. Да ничего ты не знаешь про шаманизм. Смотри, любая религия индоктринирует своих адептов тем, что она обладает исключительным правом на истину. И в этом смысле все вот эти вот доктрины, все эти идеологии, традиционные, религиозные, они для меня все едины. Боюсь, что про шаманизм ничего не знаешь ты. В комментариях там, кто в Иркутске живет, можете написать. Кто из нас ничего не знает про шаманизм. Смотри, Леш, ну давай вернемся к все-таки цивилизационной идеологии. Давай вернемся, да. Я утверждаю, что есть некие неоспоримые истины, которые мы все можем принять как некое единое, что объединяет все человечество. Потому что мы уже осознали, насколько мала земля, насколько хрупка эта биологическая оболочка, и насколько она прекрасна и великолепна, и насколько мы ответственны за нее. Поддерживаю. Тут вот независимых. Ни каких вопросов. И нас тут с тобой все поддержат независимо от религиозных взглядов. Правильно? Да. Давай попытаемся из этого выстроить некую систему ценностей, некой концепции добра и зла. Они из этого тут же вытекают немедленно, просто как из аксиоматики. Что такое добро? Добро это все то, что нам помогает выполнять нашу цивилизационную задачу. То есть сохранять себя как вид и развиваться и сохранять биосферу. Я могу предсказать, что произойдет. Покуда вот так будет все абстрактно, мы всегда будем все соглашаться, что мусульмане, что православные, что иудеи, что католики, что неверующие атеисты, восхищенные красотой всего мира. Вот до какого-то момента дальше, если это останется как манифест, то пусть висит сколько угодно. То есть, грубо говоря, манифест о намерениях годится такой. Но если нужно будет писать конкретные пункты воплощения, грубо говоря, писать свод законов, завтра мы пройдем десятку противоречий и проект закроется. Вот это мой прогноз. Я, грубо говоря, я бы, может, этого даже и не хотел. Но я думаю, что так и будет. Смотри, по причине того, что все-таки сейчас те культуры, которыми мы индоктринированы, и те идеологии, они сильнее вот этой объединяющей идеологии. Она не стала популярной. А ты знаешь, что это уже было? Вот есть там религия. В таком объеме не было. Храм всех религий. Это все оказалось полной ахинеей. Да, да. Это другое. Ну, как бы, мне кажется, что и дальнейшие попытки этого сделать будут... Для меня любая религия – это миф, в первую очередь. Для меня это поиск того, что на самом деле происходит. И в этом смысле, безусловно, наша религия правильная, а другие – нет. И все. Точка. То есть, для меня это как бы не миф. Это, грубо говоря, другие могут быть чуть более неправильными или менее неправильными. Но это не вопрос, вот это не вопрос конкуренции какие-то там товары на рынке, да, продают. Вот это вот нам понять, что это очень поверхностный взгляд. То есть, с точки зрения человека, который там полжизни занимается православием, а полжизни – наукой. То, что вот говорится про то, что это разные товары на рынке, ну, это такой просто профанский взгляд. Ты просто должен это понимать. И, грубо говоря, вот что здесь важно, что попытка от этого уйти наверняка приведет к новым утопиям типа коммунизма советского или там еще какой-то полуплота, который из городов переселял, кончил с там уничтожением третьего населения. То есть, это наверняка приведет к очередным безумным конструктам. Смотри, человечество, развиваясь, да, научно-технический прогресс, мы все больше и больше понимаем о мире. Мы понимаем, что традиционные религии, они уже не выдерживают натиска тех фактов, которые дает наука. Вот где православие не выдерживает хоть что-нибудь? Огромное количество противоречий в Библии тем фактам, которые мы знаем сегодня. Это смотря, как ты трактуешь Библию. Вот поговори там с моим коллегой. Слушай, тогда можно любую саву на любой глобус натянуть. Это вообще про другое. Религия это про то, что с собой станет после смерти. Точка. Это вообще к науке не имеет отношения. По большому счету никакого. Имеет, потому что это мир. Я излагаю тебе свою позицию по эволюции, но ты найдешь священника, найдешь это точно, который тебе скажет, да конечно все так и было, просто это все Господь руководил не выходя никуда из кустов. И ты никогда ему ничего не сможешь, вот ничего, да, в этом случае ты просто скажешь, ну это типа ты в него веришь, вери дальше. То есть, вот что надо понимать, религия вообще не противоречит науке. Вообще, нигде не встает, ни в какой вот противоречит. Противоречит постоянно, на протяжении всей истории. Религия претендовала на знание истины, потом появлялись факты, доказательства, а против доказательства ничего не может возродить никакая вера. Ты говоришь, что религия, вот смотри, ты остановился, ну возьми хотя бы, Слушай, возьми хотя бы ты сейчас, а родословный, начиная с Адама, до там израильских царей и сегодняшних дней. И во сколько лет это укладывается, все вот это вот творение. И даже в разных частях Библии это родословное не соответствует друг другу. Ну родословное начали с какого-то человека считать, какая разница. Я просто привожу это в качестве примера, который сначала в истории претендовал на некую истину, потом убедительно показано, что это миф, а не истина. Убедительно показано, что многие мифы иудейские, они просто взяты, заимствованы из шумерских сказок. И это все тоже доказанные факты. Это не о том, это грубо говоря, там, богословие, можно с наукой как-то беседовать, да? Ну и религия это о том, что с тобой будет после смерти, точка. Итак, итог, итог, первое. Значит, чтобы говорить о том, как аврамическая картина из Библии связана с его научными знаниями, нужны теологи. Это именно те, с кем борются там Панчин и Кампания. Вот именно они и нужны. Не я, я не теолог. Второе. Религия это все-таки о том, что с тобой конкретно будет после смерти. Это вот как бы остальное, это вокруг этого созданный огромный там объем знания и текстов. А религия, которая говорит о том, что с тобой будет после смерти, не имеет никакого вообще перпендикулярного отношения к науке. Потому что наука изучает мир сегодня и сейчас нашими живыми глазами. И в этом плане противоречие просто не может быть, грубо говоря, по определению. Твоя религиозная позиция, что после смерти не будет ничего. Ты умрешь и все, как Берлиоз, да? Да, совершенно верно. И он отправился как бы никуда. Совершенно верно. Моя религиозная позиция состоит в том, что после смерти со мной будет продолжаться жизнь. И жизнь это будет вечной. И здесь никакого тоже какой смысл об этом спорить. Своя позиция, это моя позиция. Нет, не совсем. Потому что человек может жить в мифах, в ложных представлениях о мире. И он же использует это для принятия решений. Это все будет проверено. В жизни, в профессии и так далее. Это будет проверено. Ты умрешь, например, если ты будешь после этого что-то осознавать, ты поймешь, что ты был неправ. Но продемонстрировать это мы друг другу сейчас не можем. Да. Нет, но в любом случае мы согласны с тем, что, во-первых, мы тут под конец затеяли разговор, который на самом деле очень большой. Мы с одной стороны некомпетентны, с другой стороны, да, ну, пофилософствовать хочется. Кстати, мое отношение к философии. Философия это протонаука. Вот когда знаний нет, а хочется поговорить, появляется философия. А что такое знаний нет? Это вот между нами, как двумя субъектами, да, мы вот какими-то знаниями не обладаем. А можно это рассматривать, как вот человечество обладает знаниями, и там, где оно не обладает, вот там живется философия. Но мы с тобой оба точно чувствуем идеологический вакуум, который возник, да, и коммунизм рухнул, да, и понятно, что религий много, они между собой противоречиваются. Дальше начинается противоречие. Да, неудовлетворенность. Мне, кстати, очень нравится высказывание Макса Мюллера, это создатель сравнительного религиоведения, 150 лет назад сказал, «Если ты знаешь одну религию, ты не знаешь ни одной». То есть это некое социокультурное явление, которое должно изучаться по всему человеческому. Но вот здесь уже я полностью не согласен. То есть здесь я, вот начиная со следующего пункта… Именно потому что ты индуктринировал на одной религии, да? Я не согласен с тобой в следующем. Значит, первое, ну вот эти все теории, они полностью поверхностные. То есть человек, который не живет внутри православия… Абсолютно согласен. Не способен о нем судить. А есть ли у нас люди, которые пожили без дураков, вот лет по 10 хотя бы в любой… Очень мало. В разных религиях по-разному. Очень мало. Я думаю, что можно набрать, но очень мало. И вот надо не теологов приглашать, потому что они все индуктринированы в западной философии. А вот таких людей… Я согласен, но все-таки вот что главное, вот в чем главное я сомневаюсь, сейчас я скажу. Я сомневаюсь в принципе в осуществлении этого проекта. Понял, да? То есть вот как бы пока это меморандум о том, что мы все храним эту биосферу, я живущий на пятом этаже православная семья и на первом этаже мусульманская семья, да, в одном подъезде. Мы вместе… Знаешь, во что я верю? Ни за что не будем там, конечно, спорить, ругаться и так далее. Знаешь, во что я верю? Мы вместе поддерживаем эту систему биосферы. Это понятно. Но как меморандум прекрасно, а вот когда начинается практический шаг, тут же будет все… Смотри, Леша, в чем я убедился, и вот в это я действительно верю, что пропаганда все сильно. И это мы видим на протяжении истории. И это мы видим в том, как людей натравливают друг на друга, и это негативная пропаганда, пропаганда образа врага, войны и так далее. Но я помню позитивную пропаганду. Я помню в Советском Союзе пропаганда научных знаний, пропаганда здорового образа жизни и так далее, и так далее. Куча хороших вещей, их тоже можно пропагандировать. И когда это так широко идет в общество, общество становится здоровее. Вот я за позитивную пропаганду и позитивную идеологию, чтобы индоктринировать общество хорошими вещами, не теми, которые раскалывают человечество и ведут к войнам, а те, которые объединят людей вокруг неких общих идей. И мы находимся в поиске таких общих идей. Пусть это будет новый миф, он будет хорошим. Ну, интересная идея. Нет, я останусь на старом моем мифе, но с позитивной пропагандой не могу не согласиться. Матхусь, привет!